Доброе время, суток, уважаемые зрители! Сегодня у нас на рассмотрении интересная банкнота. Я первый раз делаю обзор банкнот, так что уж не обессудьте. Это 200 шекелей Израиля. Банкнота вышла 16 декабря 2015 года. И сегодня совершенно случайно она мне впала в руки. Я обычно не пользуюсь наличными деньгами, но мне нужно было снять небольшую сумму, чтобы расплатиться наличными. И банкомат мне выдал эту банкноту. Я привык, что 200 шекелей выглядят по-другому. Раньше они были красные, и портрет другого человека изображался вертикально. В этот раз мы видим, что решили дизайнеры изменить расположение портрета человека. Вот здесь у нас изображен Натан Альтерман. Это знаменитый, выдающийся поэт, литератор израильский. Он родился в Российской империи, в Варшаве, в 1910 году. Потом его семья переехала в Москву. Он родился в семье сионистов. С детства учили его разговаривать на иврите. Он знал два языка, идыш и иврит. Когда они жили в Москве, он научился читать по-русски. Очень много читал. Для него это стал язык литературы, русской и мировой. Потом, впоследствии, он работал. Его семья в 1925 году переехала в ту территорию, которая потом стала государством Израиль. Были сионистами. И он работал в газете. Вел колонку постоянно. Писал стихи. И он знаменит тем, что сделал очень много переводов. Переводов Шекспира, Мольера, на иврит он перевел. Многие из вас, может, знают, нет, но иврит долго был мертвым языком. На нем писали только, читали только в синагогах, только молитвы. И примерно сто лет назад его оживили. Вернули в обычное, повседневное общение. Люди начали на нем говорить. И сегодня около семи миллионов человек разговаривает в мире на иврите. За какие-то сто лет. Вот. Здесь мы видим, вернемся к нашей купюре, портрет самого Натана. Здесь мы видим листья, нарисованные такие. Это связано с тем, что здесь мы видим с этой стороны есть слова из стихотворения, которые называются «Утренняя песня». Ну и здесь навеяна луна, растительность, и листопад. Это тот мотив, который в этом стихотворении присутствует. Здесь мы видим надпись «Банк Израиль» 200 новых шекелей. Новые шекели, так называются валюты, потому что когда-то был старый шекель, обычный шекель, который в свое время сменил лиру израильскую. Длинная история. Может, я когда-нибудь потом сниму видеообзор. С этим я достану монеты, которые были раньше, ходили здесь, и покажу всю историю, как развивались монеты, ну, развивались денежные единицы и менялись на территории Израиля. Вот. С обратной стороны мы видим, здесь есть надпись на арабском языке, потому что арабский также является государственным языком, как и иврит. В принципе, здесь дублируется все то же самое. 200 новых шекелей. Банк Израиля. И то же самое мы видим здесь надпись на английском. Это осталось с тех времен. Писали на трех языках с тех времен, когда территория Израиля была подмандатной территорией, после того, как англичане двоевали ее у турков, здесь ходил английский язык. Ну, и, в принципе, в Израиле очень многие люди говорят на английском. Здесь хорошо английский преподают. Вот. Мы видим, что на современной новой купюре присутствуют, наверное, все возможные, которые только есть, степени защиты. Мы видим такая золотая книга, переваливающаяся. здесь мы видим сшитая полоска, такая металлизированная. Здесь мы видим изображение самого поэта и номинал 200. Такие окошки. Также, если мы посмотрим... Сейчас я, наверное, включу аппликацию на телефоне. Ждите секунду. Специальный белый фон. Если мы посмотрим на просвет, то увидим водяной знак с изображением Натана Альтермана. Надпись 200. Вот эти полосочки, которые вы видите, они рифленые для слабовидящих людей, для людей с проблемами со зрением. Если мы посмотрим на свет, то мы видим, что здесь у нас получается с двух сторон здесь часть рисунка и здесь часть рисунка. когда мы смотрим через свет, он у нас складывается в семисвечник. Семисвечник это один из символов Израиля. Вот так же мы видим на просвет всю эту металлическую полосу. Здесь если мы посмотрим, мы видим кучу маленьких килограммок таких с семисвечником. Вот и с написью 200. сетей 200. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. видим, здесь они написи «терефленые». Для слабовидящих людей, когда они проведут пальцами, здесь тоже они могут почувствовать рельеф на рисунке. Вот. Здесь мы видим половидящие полосочки. Здесь четыре пары черточки с точечками. Вот такая купюра. Что еще можно сказать про Альтермана, он был лаврятом многих премий, людей, которые только были в Израиле литературные. Мирон в возрасте 59 лет в 1970 году. Его памяти посвящены названию многих улиц в Израиле. Теперь его увековечили на купюре. Размер купюры 150 на 71 миллиметр. Это уже вторая купюра, которые сейчас идут, меняют. В 2014 году был обмен 50 шекелевых купюр. Сейчас поменяли 200 шекелевые. Вот такая интересная купюра. Я считаю достаточно красиво и с историей. вообще мне нравится, когда на купюрах изображают людей, то это не политические деятели, а действительно поэты, художники, ученые, которые что-то сделали во вклад развития государства, как народа, что полезное для людей. в принципе об этом все об этой купюре. Если вам понравилось, ставьте лайк, если есть вопросы, задавайте, не забывайте подписываться на мой канал. спасибо, что смотрели. До свидания. До свидания. до свидания.